Поминутную аренду автомобилей запустили в Новосибирске. Так называемый каршеринг позволяет взять на прокат машину для поездки на небольшие расстояния. Этот сервис уже популярен в столице. Его перспективу в Новосибирске оценил Михаил Якимов. Новые машины с оранжевыми полосами – это не специальные авто аварийных или дорожных служб. Это автомобили для каршеринга, то есть краткосрочной аренды, без долгого оформления договоров на прокат. Нужны только водительские права и мобильное приложение, которое подскажет, где находятся ближайшие свободные машины. Их расставят на бесплатных парковках по всему Новосибирску. Автомобиль один, каршеринговый, он заменяет по экспертным оценкам от 10 до 12 автомобилей. Потому что в течение дня порядка 10-15 клиентов совершают поездки по каким-то коротким нужным внутри города. У нас 60% клиентов владеют автомобилями, но многие из этих клиентов отказываются в семье от старого автомобиля. Клиент действительно сам сидит за рулем автомобиля. Он может выбрать маршрут, тот, который он захочет, тот скоростной режим, поставить свою музыку. Не надо ехать с кем-то посторонним в автомобиле. То есть он полностью посвящен себе, либо может ехать с друзьями, обсуждать свои какие-то вопросы. Цена аренды такого автомобиля – 7 рублей за минуту. Для быстрых поездок выходит даже дешевле, чем такси. А если по дороге нужно остановиться и сходить куда-то по делам или забежать в магазин, то можно включить функцию ожидания. Платить 2,5 рубля за минуту и машина дождется вас там, где вы ее и оставили. Нового конкурента службы такси не боятся, а даже напротив – приветствуют. Теперь как бы у пассажира есть выбор – поехать на такси, либо поехать за рулем самостоятельно. Мы оцениваем эту конкуренцию очень здоровой, очень хорошей и рады, что может быть частично каршеринг сможет разгрузить наши загруженные улицы города. Каршеринг уже развит в ряде крупных городов России. Сервис особенно востребован в Москве, ведь его пользователи не платят за парковку. В последнее время в Новосибирске тоже активно развивается сеть платных муниципальных парковок. И сейчас идут переговоры о том, чтобы сделать их бесплатными для клиентов нового сервиса. Ожидают, что в городе услуга быстро станет популярной и к концу года число машин увеличится с 50 до 300. Ночью сотрудники компании расставят эти автомобили по парковкам в различных районах города. А завтра, в первый день весны, новосибирцы уже смогут воспользоваться новой услугой. Ожидать того, что каршеринг всего за несколько дней поможет справиться хотя бы чуть-чуть с пробками на дорогах Новосибирска, наверное, не стоит. Но в будущем, если услуга станет популярной, ситуация на дорогах может стать гораздо легче. Михаил Якимов, Олег Мочевитин, Новосибирские новости.